Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Результаты прозрачнее, выборы честнее. В Ульяновске приняли мажоритарную избирательную систему. Микрорайон строит, дорога на очереди. Какие изменения ждут новый город в 2020 году? По навигатору, что ждет дополнительное образование региона? Мнение моржей против рекомендаций врачей. Как и где правильно окунуться в прорубь на крещение? В Ульяновске прошли публичные слушания по рассмотрению проекта решения городской думы о внесении изменений в устав муниципального образования. Жители поддержали переход муниципалитета на мажоритарную систему формирования местных представительных округов. Мои коллеги расскажут подробнее. В городской администрации прошли публичные слушания по переходу Ульяновска на мажоритарную систему формирования местных представительных округов. Напомню, что 18 декабря поправки в закон о выборах в муниципальных образованиях были приняты большинством голосов депутатов. Законопроект представляет право районам самим выбирать систему проведения выборов – одномандатную или смешанную. Разработчиком законопроекта выступила городская дума Ново-Ульяновска. Напомним, что при смешанной системе часть депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, а часть по партийным спискам. При мажоритарной все депутаты избираются по округам. Если мы говорим о том, что мы обсуждаем сегодня в рамках устава города Ульяновска, то здесь вносятся изменения в части возможности применения как раз мажоритарной системы избирательной. Если раньше законодательство позволяло применять несколько систем, то сейчас это мажоритарная система. По умолчанию, если такие изменения не будут внесены устава, все равно будет использоваться мажоритарная система. При смешанной системе нередко получалось так, что депутат, за которого голосовали люди, не проходил по одномандатному округу, а проходили другие по партийному списку. В итоге среди жителей этот факт вызывал некое недоумение, поскольку выбирались те, за которых они вообще не голосовали. Депутатам любого уровня должен быть человек, узнаваемый, живущий в данном микрорайоне, в данном городе, а не пришлый. Поверьте мне, потому что доверие больше к человеку, которого знают, а не того, которого показывают. По мнению депутатов Молодежной Думы, переход к мажоритарной системе – правильная идея. Депутатами могут стать лидеры общественного мнения, да и снизятся затраты на организацию выборных мероприятий. «Я считаю, что пропорциональная система имеет определенные недостатки, и мажоритарная система их ликвидирует, и будет определенная связь между депутатом и его электоратом на том или ином округе, и, соответственно, эффективность депутата возрастет, и в целом народ будет знать своего депутата в лицо». На слушаниях смогли высказаться представители всех партий и активные горожане. Всё же депутаты от фракции КПРФ пытались нарушить регламент, перебивая выступающих и выходя за рамки обсуждаемой темы. «Давай, Шкозин, не переворачивайся. Всё организовано, выведено звук. У нас всё сечёт, ТНТ возглавляет. Вот, здесь сейчас всё сделано, а вы берёте и сейчас давку устраиваете. Стойте надеться, спокойно, ровно. Вы записались на выступление, дадут слово. «Мне очень сильно не понравилось то, что всё-таки партия КПРФ сегодня пыталась нам опять очередной раз сорвать и не дать выступить выступающим, которые были запланированы, другим партиям, которые хотели сказать свою точку зрения, как-то всё-таки навязывали своё мнение, высказывали, обвиняли всех. Хотя сегодня было просто публичное слушание о том, чтобы мы всё-таки утвердили уста и приняли решение, чтобы люди могли выбирать не по партиям, а именно тех людей, депутаты, которые работают». Всё же переход муниципалитета на мажоритарную систему жители поддержали. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса на заседании Городской думы Ульяновска. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Ульяновск каждый год прирастает новыми микрорайонами. Например, микрорайон Волжские кварталы. Ещё вчера там было поле, а сегодня уже пусть и не полностью достроенный, но комфортабельный микрорайон. Во многих случаях темпы строительства породили проблему. Дороги и тротуары в новостройке делает застройщик, но подъезды к микрорайону не строит никто. Павел Половов разбирался в проблеме. Автомобильная дорога продолжения проспекта Ленинского комсомола от улицы Алексея Наганова до улицы Зырина в настоящее время не находится на балансе города Ульяновска. Участок был отсыпан щебнем в 2018 году строительной компанией «Запад» по обращению жителей посёлка Ленинский. В результате получилась дорога, но ничья. Жителей эта ситуация не удовлетворяет. Они устраивали пикеты, а сейчас обратились в администрацию города. Я приехала, чтобы передать письмо Сергею Сергеевичу Панчину от всех жителей нашего района Заводжского. Это верхняя терраса и новый город. Мы хотим, чтобы отремонтировали участок проезжей дороги в продолжение проспекта Ленинского комсомола и пересечением проспекта Зырина. Дорогу просто накатали, однако уже заселён вновь выстроенный микрорайон, восьмой квартал. Несмотря на то, что новый город виден из окна, добраться до асфальтированных проспектов непросто. Там проблем с дорогой нет, потому что, в принципе, и дороги-то нет. Мы хотим, чтобы она там была, потому что это кратчайший путь для служб спасения в новый район, восьмой квартал, который построили за гипермаркетом Лента. Это удобно для многих жителей, которые работают в новом городе и каждый день ездят по проспекту Созидателя, а там огромный поток машины и, соответственно, скапливаются пробки. Этот участок предстоит принять на баланс города. Затем там проведут ремонт с последующей реконструкцией, установкой велосипедной дорожки, ограждения, разметки и светофоров. Цена вопроса – 9 миллионов рублей, которые можно изыскать, например, включив эту дорогу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прошлой неделе губернатор посетил проблемный участок, строительство дороги поддержал. По его поручению городские власти уже занимаются проблемой. Вышло поручение главы города Панча Сергеевича, на основании которого управление дорожных хозяйств совместно с МБУ «Стройзаказчик» уже приступили к разработке проекта с меддокументацией на данный участок. После изготовления данного ПСД при наступлении благоприятных условий в строительный сезон данный участок дороги будет полностью реставрирован и перейден в нормативное состояние. Специалисты говорят, что готовы начать строительство в любое время, как только станет тепло и сухо. Новая дорога, по словам Виталия Михновича, появится уже этим летом. Павел Половов, Даниил Сурков, Юрий Конихин. Новости Уллправды.ТВ. В Ульяновской области разработана программа модернизации первичного звена, которая включает апгрейд поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Проект заработают в полную мощь летом. Параллельно с этим в регионе уже ведется работа в первичном медицинском звене в рамках нацпроекта здравоохранения. Что нового в одной из ульяновских поликлиник, расскажем прямо сейчас. Свыше 8,5 миллиардов. Такая сумма денег необходима, чтобы модернизировать первичное звено здравоохранения Ульяновской области до 2024 года. В регионе подготовили большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В разработке программы принимали участие муниципалитет, а также сразу несколько министерств. Всего в нее включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена. У нас есть одна цель, которая поставлена перед всеми, это увеличение продолжительности жизни до 77-х лет до 2024 года. И здесь все, что мы ставим для себя в углу, называется одним словом доступность. Доступность в принципе к санитарной помощи. Работу над программой в регионе начали после профильного совещания, которое провел президент России Владимир Путин в августе прошлого года. По его поручению на модернизацию первичного звена в субъектах страны дополнительно выделено 550 миллиардов рублей. Сейчас региональный проект на согласование губернатора. До 1 июля 2020 года программу должны утвердить в российском Минздраве. Правда, совершенствовать работу первичного звена в Ульяновской области начали еще несколько лет назад в рамках нацпроекта здравоохранения. Так, недавно в поликлинике номер 3 в Ульяновске по-новому заработал офтальмологический кабинет. Из нового ремонта современное оборудование на миллион рублей. В частности, авторефрактометр для подбора очков и щелевая лампа для исследования патологии глазного дна. Для того, чтобы это оборудование стояло уже в современном кабинете, мы его отремонтировали. Мы его отремонтировали за счет попечительского совета, который у нас тоже организован в поликлинике номер 3. Это единственная поликлиника, где есть попечительский совет. Вы видели, он светлый, чистый, красивый. И пациенты на самом деле тоже отмечают, что стало уютно, очень качественно. Комфорт и уют оценила 79-летняя Валентина Ивановна. Женщина переехала в Ульяновск 3 года назад. Тогда же обратилась к окулисту в поликлинику, чтобы дали направление на операцию. И вот пенсионерка пришла обследоваться медучреждение снова. Спустя 3 года, признается пациентка, кабинет преобразился до неузнаваемости. Тут совсем другое. Раньше был какой-то темный кабинет, требовался ремонт, а сейчас совсем чистый, светлый кабинет. Вообще отличный. Оборудование, смотрю, новое. Тогда его не было. А вот лабораторию поликлиники приобрели современную центрифугу для анализов. Все за те же деньги из нацпроекта. Следующий этап – закупка автоматического биохимического анализатора. В 2021 году уже вся поликлиника номер 3 заработает по-новому, то есть по принципу пережливого производства. С открытой регистратурой, современной входной группой и колл-центром. Сегодня за медучреждением закреплено свыше 44 тысяч жителей Заожского района. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Ульяновской области продолжается работа по развитию дополнительного образования. Вопрос по сокращению платных услуг рассмотрели на совещании с участием губернатора Сергея Морозова. Подробнее в нашем материале. В 2019 году Ульяновская область вошла в число субъектов Российской Федерации, внедряющих новую модель дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Как было сказано на совещании с участием губернатора Сергея Морозова, на сегодня в регионе разработана стратегия развития дополнительного образования детей на 19 и 23 годы. Также создан региональный модельный центр дополнительного образования и 24 муниципальных опорных центра. Кроме того, внедрена общедоступная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей» Ульяновской области. Она позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. Мы рассчитываем, что система доп. образования позволит каждому ребенку сделать свой профессиональный выбор, определиться с профессиональной точки зрения и развиваться уже со школьной скамьи. Так, чтобы в будущем это были высококвалифицированные кадры, которые будут работать на благо и процветание нашей Ульяновской области. Изменения коснутся и спортивной сферы. Из 50 школ в системе детско-юнических спортивных школ, в системе именно спорт, их 30. И они все должны перейти на стандарты спортивной подготовки. Таким образом, все эти дети должны получать и амуницию бесплатно, и на сборы официальные ездить бесплатно. И вот наша задача, чтобы это обеспечить финансово. Это сложный вопрос, но в принципе он решаем. К слову сказать, вопрос доступности дополнительного образования сегодня на особом контроле губернатора. Людей волнует, и меня в том числе, о том, что мы постепенно волей-неволей выдавливаем, наверное, такое слово можем применить, бесплатность дополнительного образования. У нас что не доп. образование, в большинстве своем платное. Как подчеркнул Сергей Морозов, в регионе будет проведена огромная работа по сокращению платных образовательных услуг. В течение трех лет появится новый детский технопарк «Кванториум» в Димитровграде. Мобильный технопарк, который обеспечит детей новым инновационным дополнительным образованием. Ключевой центр дополнительного образования детей – дом научной коллаборации на базе опорного университета. Кроме того, будет создано более двух тысяч мест, которые позволят детям вступить в совершенно другую инфраструктуру дополнительного образования и заниматься приоритетными направлениями. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. Семь ярких оранжевых автобусов вот уже почти месяц катаются по улицам Димитровграда. Все они закуплены неаром, а собственные средства для доставки сотрудников на работу и обратно. Таким образом, одно из крупнейших предприятий города в очередной раз подтвердило свою социальную ответственность и показало готовность работать не только на получение прибыли, но и на улучшение качества жизни жителей. Руководство предприятия уверено, что неаровцы по достоинству оценят обновление автопарка. А наши корреспонденты решили узнать мнение рядовых работников. Сразу семь единиц новой техники приобрели в рамках программы обновления автопарка городообразующего предприятия. В данный момент сотрудников неара возят 20 единиц автобусной техники. Благодаря закупке пас-вектор полностью выведены из строя старые лиазы. Утро в автотранспортном цехе начинается в 6 утра. Именно в это время на линию выезжают практически все автобусы. Я 30 лет за рулем. В принципе, маленький, полегче водить, большой потяжелее водить, конечно. Потому что в городе в основном пробки же, заторы постоянные. На большом тяжеловато кататься по городу. Разумеется, размер в этом плане приобретает огромное значение. Ведь водить приходится именно в часы пик. Утром и вечером. Поэтому при закупке автобусов учитывался и фактор удобства для водителей. Я вот, допустим, маршрут от ГПТУ. Я начинаю в 6.50 ГПТУ. Потом забираю людей с пожарки. Ну, в 11 микрорайоне 16 школы. Сюда экспрессом привожу. Еду на второй рейс уже от Бочты. Поэтому 90 километров в день выходит пробег. Сами пассажиры также тепло отзываются о новых автобусах. Радуют людей как расцветка, так и комфорт. Правда, было бы их побольше, сетуют работники НИАРа. Я около восхода сажусь. Там в основном уже, конечно, стоя. Это в начале пути они места сидячие. А так, хотелось бы, чтобы все сидели. В НИАРе я уже 32 года работаю. Постоянно на автобусах ездию. Конечно, эти новые автобусы, спасибо руководству за работу сотрудников, светлые, теплые, удобные. Хотелось бы побольше таких автобусов. На закупку семи автобусов институт потратил более 20 миллионов рублей собственных средств. В планах продолжение обновления автопах НИАРа. Эмран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для УправДТВ. Звание почетный гражданин Ульяновской области Димитровградцу Альфреду Гришину было присвоено в 2002 году. Его имя прославили ученики, воспитанники Димитровградской школы бокса, среди которых Евгений Судаков, серебряный призер чемпионата мира 1989 года. Алексей Лезин – бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года. И Сергей Казаков – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года. О себе, о профессионализме и о любимом деле съемочной группе Димград-24 рассказали воспитанники легендарного тренера и сам Альфред Гришин. Альфред Гришин воспитал 98 мастеров спорта за время работы тренером по боксу. Наверное, это достойно занесения в Книгу рекордов Гиннеса, шутит и он сам, и его ученики. Но вообще он является почетным гражданином города Димитровграда и почетным гражданином Ульяновской области. Почетного гражданина области вручали на общем собрании депутатов областной думы, вручал Морозов. Ну, что, когда хвалят, всегда приятно. А хвалить было за что. Мальчишки, пришедшие в секцию, а их было немало, тренировались упорно, отрабатывая удары и технику ведения боя. В любой работе, то ли это врач, то ли это столевар, токарь, тренер, должен быть высокий профессионализм. Вот мой профессионализм, он воспитывается годами. Если ты хочешь быть профессионалом, учись. Есть способности, есть талант, но это от Бога. Только трудом достигаются высокие результаты. Шесть лет назад приехал в Димитровград Альберт Коребян. Тогда еще кандидат в мастера спорта. Через два года он уже мастер спорта международного класса. Альберт до сих пор является действующим спортсменом. Альберт Адемич, вот, как тренер, вот, в первую очередь, как профессор бокса, да, вот, он великий тренер, это его заслуги, его спортсмены показывают высокий класс уровнем, ну, высокий уровень, как в России, так и на мировом уровне. А так, как человек, он такой же великий, он, потому что учит, не только тренирует не боксом, только нам жизнь учит, это школа жизни. Кроме того, что Альфред Гришин удостоен звания почетный гражданин Ульяновской области, он является обладателем медали Ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Его имя носит школа бокса Олимпийского резерва в Димитровграде. Каждый должен заниматься своим делом, любить его и быть профессионалом в этом деле. Мне повезло, я профессионал. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград, 24, специально для УПРАВДА ТВ. На носу большой православный праздник – Крещение. По старой доброй традиции он широко отмечается в регионе. Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие до 25 тысяч жителей области. Богослужения и божественные литургии пройдут более чем в 90 церквях, храмах, монастырях и молельных домах. Всего организуют порядка 70 мест для купания и забора воды по всей области. Где в этом году можно окунуться и как это правильно сделать, расскажет Рината Алюлова. 53-летний Вадим Остриков впервые окунулся в прорубь 10 лет назад, как раз на Крещение, за компанию с другом. Признается, что тогда ощутил неописуемый восторг. Вода показалась ему живым организмом и была такой красивой, вспоминает наш герой. А дальше все как по накатанной. Знакомство с ульяновскими моржами, соревнованиями, ежегодные крещенские омовения и ежесезонные водные процедуры. От зависимости уже не избавиться, заключает Вадим. Окунулся, вот быстро в 10 лет прошло, как будто бы один день. И вот без этого уже просто некомфортно без этого. Ну, самое большее я проплывал 50 метров. То есть, 50-25 метров может проплыть даже неподготовленный человек. 50 метров нужна какая-то подготовка. Не обходятся ульяновские моржи без контрастного душа, а также хождению босиком по снегу. А что касается ощущений в ночь на крещение, добавляет мужчина, то они отличаются. Вода словно кристально чистая, эмоции неподдельные. В купеле во время крещения, вот допустим в прошлом году, вода была очень приятная. То есть, по ощущениям она намного более приятнее, чем вот, допустим, в какой-то другой день. Ну, такие периоды на самом деле в течение зимы происходят регулярно. Кто-то писал, что через 40 дней повторяется такая ситуация. Но вода, она такая, она вкусная даже. Вадим считает, что никакой дополнительной подготовки для того, чтобы просто окунуться на несколько секунд в холодную воду не нужно. Главное, чтобы не было повышенной температуры. Перед процедурой лучше всего размяться, а после не стараться тут же укутаться в халат. Лучше всего побегать или попрыгать. Тогда ты прочувствуешь весь разогревающий эффект процедуры. Экстрим начинается, если в воде находиться долго, допустим, там больше минуты, 3 минуты, 4, 5, 20 минут кто-то у нас находится в воде. Это да, это экстрим. А просто окунуться в воду, причем с головой. Почему нужно окунаться с головой? В голове находится центр холода, который управляет всем организмом. И для организма это наиболее естественно. А вот медицинское сообщество говорит с точностью наоборот. Окунаться в прорубь должен достаточно закаленный человек. Хороши для подготовки контрастной души, для начинающих с промежутком в 2-3 дня. А после омовения лучше сразу надеть обувь, которая, кстати, должна быть свободной, не скользкой. Обтереться махромым полотенцем, надеть сухую одежду и переместиться в теплое помещение, где можно выпить горячего чая. И лучше с травами. Прежде чем погружаться в воду, необходимо сначала смочить руки, лицо, ноги, живот. И потом только погружаться по шею. Окунаться, конечно, с головой или нырять я бы не советовала, так как можно получить рефлекторное сужение сосудов головного мозга. А некоторым нырять в прорубь даже во время крещения опасно для здоровья. Врачи не рекомендуют христианское таинство тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами или заболевания органов дыхания. К противопоказаниям также относятся хронические заболевания почек, органов малого таза, заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. С осторожностью к нырянию нужно относиться детям и пожилым людям. Когда человек начинает чувствовать себя неважно, у него может закружиться голова, у него может быть прилив даже, когда происходит спазм сосудов, может быть прилив в голову. Человек почувствует неприятные ощущения в первую очередь в голове. Потом, конечно же, онемение, похолодание, легкое покалывание в конечности, что и свидетельствует тому, что человек получил некое отморожение. В этом году в Ульяновске определено 4 места крещенских купаний. В купелях в селах Харской погребы также окунуться в воду можно в прорубях и Орданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовой. Все проруби оборудуют палатками для переодевания и дополнительным освещением. На местах будут дежурить спасатели и медики. А на открытой воде оборудовать проруби для купания на крещение в этом году небезопасно из-за теплой зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается теплая погода, вплоть до наступления плюсовой температуры. А это, как подчеркивают спасатели, негативно скажется на прочности льда. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. 16 января в Ульяновской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет снег с дождем. Температура днем увеличится до плюс 1 градуса. Ветер западный 9-13 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале уллправда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин